Добрый день, уважаемые коллеги! Мы находимся в Константиновском районе Ростовской области. Это северо-восточная зона, в хозяйстве ИП Бирюкова Валерия Ивановича и агроном Дмитрий. Мы находимся на поле озимой пшеницы по пару. Сегодня у нас 11 ноября 2020 года. Технология, которая здесь использовалась, она классическая, то есть после подсолнечника была проведена отвальная вспашка. Дальше мы в мае месяце провели диагностику и хозяйство по результатам почвенной диагностики локально селками внесли сложные удобрения на глубину 10-12 см. Для того, чтобы обеспечить полноценное накопление элементов питания, азота прежде всего. И чтобы в дальнейшем, так сказать, обеспечить нормальное развитие озимой пшеницы. Посев был произведен в конце сентября. Норма высева 4 миллиона, потому что по парам больше 4,5 не рекомендуется сеять в любых условиях. Вот. Сорт Алексеевич, да? Сорт Алексеевич. Значит, что было проведено помимо почвенной диагностики? Была проведена фитоэкспертиза семян и подобраны протравители в соответствии со степенью заражения семенного материала. К протравителям были добавлены микроэлементы, стимуляторы для того, чтобы нормально развивалась корневая система. На данный момент мы видим, что появились сходы. Это можно констатировать, потому что более 70% растений взошло. Исходя из ситуации, которую мы имеем, можно сказать следующее. Здесь не будет у нас фазы кущения. Поэтому, скорее всего, растения перезимуют фазы 2 максимум 3 листа, если будет теплая зима. Если зима будет жесткая, то в такой фазе зимая пшеница перезимует. Из работ, которые сейчас здесь необходимо проводить, в принципе, кроме борьбы с мышевидными грызунами, в общем-то, на сегодняшний день никаких работ не надо, потому что они были сделаны. Сходы были получены благодаря тому, что пар содержался по классике. И качественно произведен посев на глубину 4 сантиметра. Селкой Гранплейс, которая четко выдержала эту глубину, поэтому, как только сложились благоприятные условия по увлажнению, были получены всходы. Исходя из потенциала, который имеется по сорту, по этой почве Чернозем Южный, и заправку, которую произвели здесь, при благоприятных условиях перезимовки, если у нас сохранится порядка 3,5 миллионов штук растений на гектаре, то можно ожидать на урожайность свыше 50 центеров. Пар был черный? Пар черный, да. Как накапливали влагу? Все обработки проводились здесь в основном классически, то есть проводилась культивация. Поэтому и барановали, и после выпадения осадков. Надо сказать, что достаточно долгий сухой период, практически август, сентябрь, октябрь осадков не было. Только в конце октября выпали осадки, поэтому благодаря тому, что качественно протравленные семена и глубина заделки четко выдержана, поэтому получены равномерные, достаточно неплохие всходы. Надо сказать, что если вы посмотрите в округе, далеко не у всех получены, даже по парам ровные всходы. Вот если вы в округе посмотрите, есть очень много рваных всходов на парах, есть на парах, где большой рябчик, потому что старались достать влагу, а это в условиях засухи совершенно неправильный подход, потому что на глубине все равно достаточно влаги не было. Можно было и здесь получить рябое поле, но от рябого поля, как правило, у нас больше проблем. Из-за чего эти проблемы? Из-за того, что на более развитых растениях зимой пшеницы развиваются болезни, вредители, и потом весной начинается масса проблем. Это нужно будет проводить дополнительные обработки фунгицидами. И масса защитных мероприятий требуется, которые влекут за собой большие затраты. Вопрос здесь. Результат мониторинга что показал, какими были заражены представители? Ну, семена... Изменился ли выбор препаратов в зависимости от того, что показали? Ну да, тут была небольшая доля бактериоза, поэтому добавлялся противобактериальный препарат. Но в основном, в принципе, семена был уровень зараженности низкий и средний, потому что своевременно проводились обработки по вегетации на семенных участках. Понятно. А чем вы протравливали семена? Дим, чем протравливали? Селестмакс. Селестмакс. И все, да? Нет, почему? Фитоловин. Фитоловин – это противобактериальный препарат. Ну, мы вам все секреты не будем уже рассказывать, чего вы в самом деле. Разные были препараты. Да, потому что на каждом сорте, после каждого предшественника, семенные участки, которые делаются... Для чего делается фитоэкспертиза? Потому что каждая партия семян у нас совершенно разная. И у нас был, по-моему, в прошлом году, да, когда мы выбраковывали безостую 100, потому что очень высокая степень заражения семян была, понимаете? И это основа, с чего начинается. Это вот подготовка почвы, заправка удобрения, фитоэкспертиза, протравку. Вот это вот те мероприятия, с которых начинается технология. Здесь сев проходил в каких условиях? Какие были запасы влаги в почве? Запасы влаги в основном на глубине заделки семян влаги не было. Практически до 8 сантиметров было сухо. Поэтому общие запасы влаги в метровом слое были порядка 60-65 миллиметров. Но они были на глубине. А сверху влаги нет. Сейчас, когда мы получили сходы, видите, корневая система начинает активно развиваться, начинает проникать в глубь. И благодаря тому, что корневая система сейчас попадает как раз в зону внесения удобрений. Поэтому коэффициент использования удобрений будет высокий. Потому что локально внесено удобрение не разбрасывателем, не под предпоседную культивацию, что резко снижает коэффициент использования удобрений. Здесь сделано именно так, как положено. Классически. То есть при севе? Нет, не при севе. Я же вам говорил. Мы вносили в июне месяце. В июне месяце. Для того, чтобы у нас был промежуток 3 месяца до посева, чтобы заработал азотобактер. Чтобы была несимпетическая азотфиксация за счет усвоения азота с воздуха. При внесении сложных удобрений, в частности фосфора в том числе. Вы сказали, что пшеница будет уходить в зиму и зимовать, скорее всего, в стадии двух листьев или двух листьев. Это меняет стратегию по обработке урожая весной? По обработке полей вы имеете в виду? Конечно, да. Исходя из ситуации, которая складывается, мы уже видим, что весной здесь придется, первое, это, конечно, проводить подкормку селитры. По результату, опять же, диагностики почвенной. Определим, какие запасы влаги, какого азота, сколько, на какой глубине. Не определимся с дозировкой, потому что по парам нужно очень аккуратно работать с азотными удобрениями. Любая передозировка ведет к тому, что мы перекос в питании получаем и не получаем качественного зерна. Это один момент. Второй момент, мы по-любому, хоть здесь и пары, но мы будем бороться за влагу, потому что мы находимся в зоне острого дефицита влаги. Даже по парам не всегда у нас получается тот результат, на который мы рассчитываем. Потому что мы очень часто не боремся за сохранение влаги. Вот поэтому мы думаем, что за осенний-зимний период еще будет пополнение влаги. И при средних запасах влаги по парам, ну, для чернозема южного 5 тонн мы должны получать за гектар. Если позволят лучше условия, то получим лучше. Но ориентир пока такой. А количество азота как будете рассчитывать? Вы будете по результатам листовой диагностики? Не листовой, почвенной. Листовой это дальше. Мы проводим сколько диагностик? Первая диагностика почвенной, это для основного внесения. Вторая диагностика мы проводим осенью, но это по беспарью для корректировки азотного питания. По парам этого не требуется. Третья почвенная диагностика проводится весной, где мы определяем запасы влаги, состояние перезимовки и где, на какой глубине находится азот. А дальше проводим 2-3 растительные диагностики, корректируем питание, чтобы получить там 4 или 3 класс в зависимости от того, как складываются условия. И в итоге получаем при минимальных затратах на удобрения, в принципе, адекватный результат по себестоимости. 4 сантиметра, вот четко видите, до зелененького, до появления входов, это все подземная часть. 4 сантиметра. И корешки. 5 корешков, это для озимой пшеницы, она подрастает 5 корешками. Вот, если длина корешков больше 4-5 сантиметров, то это значит пшеница находится в хорошем состоянии. Если корешки чуть поменьше, то значит еще она не набрала полную силу, как положено. То, что корневые волоски все покрыты почвой, это говорит о том, что корневая система сейчас активно работает, забирает на себя влагу и питание. Следующее поле в этом же хозяйстве, в этом же районе, это озимая пшеница после кукурузы по технологии мини-тил, так называемая. Минимальная обработка здесь проведена была. После уборки кукурузы на зерно было проведено двукратное лущение агреатом рубин на глубину 5-6 сантиметров. И был произведен посев селкой Гранплейс на глубину 3-4 сантиметра. Осадки выпали в конце октября-начале ноября. Вот, прошло уже 10 дней. Вот, только-только начинают появляться всходы. Практически все семена, которые высеяны, они имеют корешки и проростки. И сейчас мы имеем где-то процентов 10 сходов от посеянных 5 миллионов. В такой фазе озимая пшеница великолепно зимует. Значит, точно так же было проведено после уборки кукурузы почвенная диагностика. Было проведено основное внесение удобрений под дискованием. Проведена фитоэкспертиза семян. Сорт Сабербаш, Краснодарский посеян. И вот сейчас мы имеем... Семена, получается, почти чуть больше месяца пролежали в сухой почве, но не потеряли схожести, не потеряли энергии. Вот выпали осадки, порядка 10 миллиметров. И сейчас, в принципе, в течение недели, если будет положительная температура, будет полноценные всходы. Скорее всего, озимая пшеница будет зимовать в фазе шила всходов. В этой фазе она прекрасно зимует. Кущение мы получим только весной. Не осенью, не зимой. Даже если теплая зима будет, кущение не будет. Из работ, которые предстоит здесь сделать, видите, поле чистое. Единственное, мы проверим во второй половине ноября содержание азота, чтобы сделать корректировку, если этого азота будет недостаточно. Корректировка нам нужна для чего? Для того, чтобы растительные остатки в процессе разложения не являлись конкурентами за азот. Какое из видов удобрения будем носить? Посмотрим, какие формы азота здесь присутствуют. Если высокая доля аммонийного азота, то будем носить аммиачную селитру. Если доля аммонийного азота невысокая, то будем носить сульфат аммония. Говорят, что в этом году очень велика оказалась роль предшественника. Горох и пар дают лучше. На полях, где были бассейны горох и пар, пшеница лучше всходы дала. А там, где предшественником была кукуруза, подсолнечник, очень все печально. Ну, вы же видите, вот мы на предыдущем поле, было паровое, а это кукурузное зерно. Да, это да. Но проблема не в том, что между паром и не паровым предшественником по-любому должна быть разница. В этом и заключается роль пара. Но здесь, что? Мы, в принципе, при минимальных затратах сработали очень экономично и получили, я считаю, что хороший результат. Потому что здесь мы не потеряли по густоте растения абсолютно. Ни плесневений, не наблюдалось семян, ни потери в схожести. Понимаете? Что очень важно. При том, что семена пролежали больше месяца в сухую почву. А как же говорят, нельзя сеять заранее в сухую почву, а то разложится инсектицид, фунгицид? Это чуть-чуть другая история. Это, если речь идет о инсектицидах, мы когда будем на азимой пшенице по предшественнику азимой пшеницы, там я вам расскажу эту ситуацию. Что касается фунгицидов, то тут все зависит от того, какой уровень инфекционного фона присутствует на семенах. То есть, если уровень зараженности средний и высокий, тогда, конечно, чем дольше лежат семена в почве, тем ниже эффективность фунгицидов. Но и здесь тоже фунгициды, они от момента протравки до их действия оказывают 2, максимум 3 месяца, какой бы фунгицид ни был. А дальше мы также начинаем работать и по прикорневым гнилям, и по листовым пятнистостям, и болезням листового аппарата, и по болезням колоса. Тут уже все в процессе мониторинга. Мы находимся в ЭП Бирюков, Константиновского района, на поле азимой пшеницы после нута. Здесь произведен прямой посев. После уборки предшественника никакой обработки не проводилось. Зашла селка прямого села с колтерами Грэнд Плейс и произвела посев. Отличие от нутил в том, что прямой посев, он, как правило, производится в севообороте, там одно, два, три поля, где без обработки почв производится сразу посев. Ноутил вообще обработки посевообороту не производится. Если здесь у нас под нут или под горох проводилась какая-то глубокая обработка, и потом мы провели посев, прямой посев, то это называется прямой посев. Это не классифицируется, как ноутил. В чем особенность прямого посева? По таким предшественникам, как горох и нут, которые мы имеем в этом хозяйстве, любая обработка почвы, которую мы проводим после уборки этих предшественников, она приведет к существенной потере влаги. А здесь мы убрали предшественник, оставили. В итоге мы производим прямой посев. Прямой посев, как правило, видите, он производится на глубину небольшую, где-то 2, максимум 3 сантиметра. И за счет того, что семя лежит на плотной ложе, сразу происходит малейшая роса, малейшие осадки, сразу происходит мощное развитие корневой системы. и, как видите, она по состоянию не хуже, чем паровая озимая, вот конкретно в этом году. Идет мощное развитие корневой системы, вот она, глубина заделки всего 2 сантиметра, и здесь получено уже более 70% зашедших растений. Также была проведена протравка, вот, и удобрения здесь вносились одновременно с посевом. Это недостаток прямого псева, потому что мы не можем давать высокие дозы удобрений, вот, из-за того, что высокая концентрация в почвенном растворе минеральных веществ будет отрицательно влиять на всхожесть. Вот, здесь сорт посевен Алексеевич, развитие хорошее, вот видите, общий вид. Вот, конечно, общий вид не особо хороший, но это внешний вид ни о чем не говорит, потому что вот эти вот растительные остатки, которые остаются, они будут спасутся с снегозадержанию и лучшему накоплению влаги. Но, я еще раз повторю, за счет того, что не была проведена обработки почвы, сохранилась структура почвы и после произведенного посева в принципе сразу, как только выпали осадки, получились хорошие всходы. Видите, вот она, по рядочку, здесь посеяно 4,5 миллиона, взошло более 70% и по уровню развития пшеница достаточно хорошо себя чувствует. Потребуются несколько большие дозировки азотных удобрений, даже по бобовым предшественникам, потому что почва достаточно плотная и уровень минерализации значительно ниже при проведении правового посева. Здесь уже гербицидные обработки проводились после уборки предшественника здесь проводилась обработка глифосатами и добавлялся 2,4D с флоросуламом на отдельные виды сорняков, потому что проблема вообще прямого посева наутила то, что у нас появилось уже достаточно большое количество видов, которые устойчивы к глифосата и надо подбирать различные смеси в зависимости от вида сорняков. Кроме того, что потребуется больше азота, какие-то еще будут специфические? Специфические, как правило, на прямом севере наутиле несколько больше мышей, потому что растительные остатки, которые остаются, они способствуют защитой для мышей, куда они прячутся от хищников, от птиц, хищных, от лис, они прячутся и хорошо здесь зимуют. поэтому это еще один нюанс технологии прямого посева. С мышцами как лучше всего бороться? Какая самая эффективная литра? Это да. Но, как правило, если в общих чертах, это использование баковых смесей бактериальных и химических препаратов. Это так, в общих чертах. Хотела спросить, вы говорили, что семена перед посевом обрабатывались бактерицидом. Фитоловином. Да, фитоловином. Против бактериоза. А почему это не обрабатывают бактериоза? А потому что не делают фитоэкспертизу и не знают. Все меняется. У нас последние годы бактериоза достаточно сильно себя проявляет. Поэтому чем работать по веетации гораздо дешевле обработать семена и снять эту проблему изначально. То есть получается можно обработать семена и когда не ожидать бактериоза? Ну как? Если будет вспышка бактериоза, то она на протравленных семенах с фитоловином будет в меньшей степени проявляться и потребуется по веетации не 2 литра обрабатывать, а может быть пол-литра, может быть литр, это существенная экономия получается по деньгам, потому что фитоловин он не дешевый препарат, он стоит не меньше 700 рублей, а это приличные деньги. И в этом году вспышка бактериоза была, в том числе в Константиновском районе, когда пришлось работать достаточно большие площади именно по бактериозам. Но урожай удалось пить? Да. При своевременном обращении да, ну конечно потери были, но если своевременно обработаны, они в меньшей мере сказались на урожайность. Два года назад еще была вспышка вирусных заболеваний, против вирусов что-нибудь кроме инсектицидных обработок против вредителей которые переносят эти вирусы может помочь? вирус это опять же надо смотреть на семенной материал с этого начинается. Семенной материал условия развития и помимо переносчиков которые являются такие культуру такие как там тляпсы лиды осенью которые переносят значит еще большое значение имеет то по какому предшественнику то есть если у вас был вирус желтой карликовости очменя в этом году и вы на этом поле опять разместили озимую пшеницу то вероятность того что он опять заразится крайне высокая поэтому эти поля надо сразу убирать под другие культуры чтобы не было правил про семена смотреть на развитие семенного материала я помню что в Книисхе это вызывало очень большую дискуссию потому что вирус коснулся их полей тоже и вообще стоял вопрос а можно ли семена продавать в таком случае конечно да то есть вирус не передается ну как частично частично ну то есть в принципе если где-то этот вирус был то семена использовать все равно нежелательно нежелательно если у вас есть возможность заменить то лучше заменить ну если против бактерий можно использовать бактерицидные препараты против вирусов какие-то препараты есть там на основе йода я слышала есть или это легенды но все это пока из области фантастики точно так же как вакцина против коронавируса как же так вы не верите в вакцину нет ее пока нет а чем же прививают ее пока нет в этом году наверное не грозят уже вирусы потому что исходы только появились вряд ли да по этому году ситуация складывается таким образом что вирус если мы можем ожидать то только весной весной и вот сейчас мы заедем на поле где высока вероятность мы сейчас находимся на поле озимой пшеницы после ярового есьменя колоссовой предшественник на котором так же развивается жужелица как и после озимой пшеницы это проведена минимальная обработка почвы и видите произведен посев появились сходы значит сорт безостая 100 что какая особенность вот при проведении посева озимой пшеницы по колоссовым предшественникам по есьменям по озимой пшенице первое это вот если вы посмотрите падалицы то есть как только выпоздают осадки если не было провокации по падалице то падалица способствует тому что образуются участки загущения особенно где лежали валки где была полова там от этого очень сложно избавиться это один момент второй момент хлебная жужелица по хлебной жужелице мы ориентируемся следующим образом у нас на сегодняшний день три наиболее широко применяемых действующих вещества против борьбы с хлебной жужелицей это теометоксан это имидолит и клотиомет значит у каждого из этих ДВ есть свои особенности в чем они проявляются если мы возьмем теометоксан при попадании в сухую почву если семя пролежало больше месяца концентрация действующего вещества теометоксана уменьшается соответственно защитный эффект снижается и очень часто и уста мы наблюдаем при протравке теометоксана когда сухая осень нам приходится работать по вегетации против жужелиц это мы регулярно наблюдали в том числе и в этом году работали некоторые хозяйства при обработке теометоксана семена семян в прошлом году вот в этом году перерабатывали по вегетации и медалит медалит более длинного срока действия и при посеве сухую почву он гораздо лучше обеспечивает защитный эффект и таким же эффектом клатиомет обладает но клатиомет более совершенно с точки зрения действующего вещества оно к нам на рынок несколько позже попало и сейчас оно используется тоже достаточно широко поэтому если мы сеем сухую почву то однозначно выбор должен падать не на теометоксан а или на и медалит или на клатиомет поняли да теперь смотрите вот произведен посев конечно качество подготовки почвы тут несколько ху после ячменя можно производить только в том случае если у хозяйства есть турбокультиваторы турбокультиваторы это культиваторы которые производят не горизонтально а вертикально рыхление почвы не перемешивая слои вот тогда это можно обеспечить вот смотрите здесь глубина заделки тоже была небольшая вот если мы оценим где-то 2-3 сантиметра вот она семена видите протравка еще действует потому что жужелицы ну надо сказать что при таком количестве влаги жужелица еще не будет себя проявлять вот сейчас жужелица у нас есть на юге Ростовской области где выпало больше 20 миллиметров осадков и промочено уже нападали сазимой пшеницы жужелица первого возраста начала питаться и на тех полях где протравнули метоксаном жужелица перепитается на падалице перелиняет и второй возраст когда уже концентрация термитоксана будет минимальна а на период будет питаться на азимой пшениц допустим буквально там каких-то 5 миллиметров то почва у нас промачивается на 2-3 сантиметра то есть уже семя во влажном хотя агрономически считается до 5 миллиметров осадки неценное но если глубина заделки 2 сантиметра то 5 миллиметров осадков достаточно для того чтобы азимая пшеница начала прорастать можно ли сказать тогда что в сухую осень 50% успеха зависит от того как сухую осень очень многое зависит от стратегии посевной то есть сухую осень надо максимально отодвигать на более поздние сроки посев надо надо стараться минимализировать обработки почвы надо стараться использовать конечно же качественные селки вот безусловно ну и глубина заделки с нормой высева никто не отменял плюс протравка то есть уже масса факторов которые надо учитывать потому что когда мы знаем что у нас сухая осень мы заведомо стараемся посеять на глубину там 2-3-4 сантиметра вот как вы видели в хозяйстве здесь глубже 4 сантиметров нету а по разным предшествиям вы видели глубина колеблется от 2 до 4 сантиметров это раньше нам говорили как что вот узел кущения сформируется на глубине 2 сантиметра где он будет формироваться если мы на 2 сантиметра произвели заделку семян да он на этой же глубине сформируется только здесь что получится вот он допустим растение на 2 сантиметра вот здесь же образуется и узел кущения то есть здесь не будет калиоптеля так называемого расстояния от семени до узла кущения такая перетяжечка которая потом если будут перепады температур может обрываться и в результате этого зима пшеница может наблюдаться или выпирание или гибель как это мы неоднократно заглублять посев чтобы лучше перезимовало тут вопрос от ситуации мы говорим конкретно о сухих условиях если условия увлажнения нормальные и мы произведем посев в сентябре месяце то мы наоборот должны стараться заделать на ту глубину чтобы вовремя получить сходы чтобы у нас не получилось так что мы посеяли а эта почва пересохла и получились серебряные поля как у некоторых мы видели поняли то есть это зависит от ситуации и теперь к вопросу а в ЖКЯ здесь там где у нас есть растительные остатки того же очменя вот здесь есть вероятность проявления в ЖКЯ но так как посев произведен вернее всходы получены в ноябре месяце то вероятность этого может быть вот на вот этих массах где видите большое скопление падалицы вот там может оно проявляться очагово очаг вирусных заболеваний это можно если это идентифицировано на ранних этапах да потому что на ранних этапах если работать комплексом препаратов имеется ввиду фунгицид инсектицид и бактериальный препарат то комплекс этот сдержит развитие но только сдержит он как говорится он его не остановит не вылечит понимаете он его блокирует а здесь какой стадии пшеницы здесь стадии всходы она вот она всходы видите один листочек если будет теплый вторая половина ноября и начало декабря будет два листочка может быть кое-где третий но скорее всего один два листочка так и останется и здесь вот сейчас на что из мероприятий которые предстоит здесь делать это починная диагностика корректировка по азоту обязательно надо будет сейчас да это контроль за мышевидными грызунами а весной конечно же борьба за сохранение влаги то есть обработка ротационными боронами чтобы максимально сохранить влагу чтобы не было не образовывалась корка до тех пор пока листовой аппарат не закроет поверхность почвы и надо будет работать дальше на кущение раз уж с осени не получилось значит что такое работать на кущение вот этот вопрос такой что на кущение можно работать только тогда когда у вас нисходящий ток влаги то есть это поздняя осень это зима как только у вас пошел восходящий ток влаги то вы уже туда с трудом доставите удобрения на глубину где есть корневая система почему с осени и рекомендуем мы проводить азотную подкормку с тем чтобы азот нитратный чуть-чуть глубже промылся аммонитный сохранился на глубине залегания корневой системы и тогда корневая система стремится за азотом и развивается мощная корневая система помимо этого обязательно мы рекомендуем обработать обрабатывать начиная со второго третьего листа фосфорно содержащими удобрениями или жидким фосфором типа ЖКУ типа интермах фосфором и различными стимуляторами которые способствуют развитию корневой системы это все нужно сделать до мороза сейчас ну почему это смотря какое удобрение можно и по морозам это делать потому что нет узла кущения нет опасности того что мы допустим сахара которые накапливаются в узле кущения они израсходуются здесь узла кущения нету поэтому этого опасения нет так а весной еще как-то стимулировать рост корневой системы получится или нет ну конечно конечно тут весной просто мы будем смотреть насколько перезимовала зима пшеница какие запасы влаги и как влияет допустим как повлияла зима то есть отмерзла ли вот этот листовой аппарат или он сохранился понимаете потому что любые подкормки через лист они должны проводиться очень аккуратно потому что вот как это получилось в 20-м году вот эти поздние заморозки и любая через лист данная подкормка даже из благих намерений вот типа когда аминокислоты микогамиль они дали отрицательный результат потому что тронулась в рост не потому что тронулась рост потому что когда листовой аппарат постоянно в стрессе то есть когда периодически заморозки то любая через стрессующий аппарат это одинаково что больного пытаться накормить когда он больной ему есть не хочется а мы пихиваем мы только хуже делаем понимаете значит азимая пшеница сорт алексеевич предшественник горох прямой посев без обработки почвы вы видели что на нуте всходы получены при прямом посеве и вот на горохе получены всходы при проведении прямого сева вот она глубина заделки здесь тоже семян небольшая видите 2 сантиметра корневая система растительные остатки которые они закрывают поверхность почвы здесь не такое испарение будет активное вот и будет накопление влаги за осенний зимний период особенно когда снег будет выпадать вы видите здесь у нас сильно продуваемое поле защиты от ветров нету лесополосцы поэтому растительные остатки здесь сыграют очень большую роль в плане накопления влаги я уже говорил что после таких предшественников как кнутый горох на подготовку почвы тратится огромное количество и финансовых ресурсов и результат как правило мы не хороший не получаем потому что при дефиците влаги качественно подготовить почву очень сложно за счет этого мы теряем продуктивности поэтому проведение прямого посева после бобовых предшественников таких как горох и нут позволяет нам получать качественные всходы и более полно реализовать потенциал этих предшественников почву обрабатывают после гороха и нута значит смотрите ситуация какая мы находимся в зоне где черноземы южные если под под горох и под нут проводилась раньше основная обработка почвы предыдущий год то агрофизика самых черноземах южных позволяет нам второй год не проводить обработку почвы а проводить прямой посев без серьезных изменений с точки зрения развития культуры в частности озима пшеницы но такое не на всех почвах возможно вот допустим если это светло-каштановая почва то там не всегда получается на алювиальных почвах не всегда получается на выщелоченных черноземах небольшое количество осадков тоже не всегда получается заплывает они понимаете поэтому тут вот подход нужно прежде всего знать на какой почве производится какая работа понимаете это особенность то есть как производится зонирование по почвенно-климатическим условиям так точно так же зонирование должно проводиться по условиям где можно проводить прямой посев где можно использовать наутил понимаете то есть это большая научная работа которая на сегодняшний день к сожалению не проведена все равно все упирается в агронома если агроном владеет всеми инструментами и все знает но дело в том что агроном вы же понимаете самый профессиональный агроном не всем может владеть потому что для этого и есть научно-исследовательские лаборатории научно-исследовательские институты которые позволяют помогать решать эту проблему другой вопрос что у нас именно связанных с практикой ученых и технологов очень мало вот это другой вопрос понимаете и именно чтобы выходили в поле рассказывали объясняли как это должно быть для этого и создаются вот эти лаборатории сейчас частные лаборатории создаются которые помогают вот в этом плане минимализировать ошибки которые совершают в хозяйствах а не совершают ошибки почему потому что многие вещи которые сейчас применяются они до конца не изучены понимаете и без помощи науки собственник или агроном он набивает ошибки и потом путем методом тыка так сказать находит более такой приемлемый вариант при этом уже сделав достаточно большое количество ошибок а мы постараемся как-то это минимализировать эти ошибки понимаете ну то есть гибридный вариант такой тоже обработки почвы существует вот смотрите сельское хозяйство это очень сложная отрасль и почвообработка в частности потому что ну вот представьте что вы одной кисточкой красите и губы и ресницы да вы же выбираете разные да а это многовариантная сложная система здесь нужно иметь всякие виды орудий потому что по разному складываются условия нужно иметь и селку и прямого сева и классическую селку для посева и почвообрабатывающие орудия различные понимаете потому что мы не знаем как складываются условия ежегодно у нас какие-то сюрпризы происходят в засушливой зоне поэтому когда мы имеем набор инструментариев мы себе позволяем получать лучший вариант использовать его поняли да да все равно опирается в том что просто многим хозяйствам нет возможности ну немногим уже просто есть хозяйства которые интересуются и движутся вперед а есть которые на это не обращают внимания они считают что они все знают и работают как работали понимаете вот в чем разница подсмотрят там у соседа вроде так но оно все построено на нюансах а эти нюансы пока узнаешь потеряешь массу времени и денег значит один из широко используемых предшественников у нас последние годы в Ростовской области это подсолнечник подсолнечник здесь убирался достаточно поздно во второй половине сентября начале октября подготовка почвы была проведена двукратным дискованием видите поверхностная обработка почвы мелкая на 4-5 сантиметров за счет этого видите обратите внимание нету комковатости качество подготовки почвы и распределение растительных остатков получилось очень хорошее глубина заделки семян была произведена небольшая 2-3 сантиметра вот поэтому малейшие осадки которые выпали буквально 5-6 миллиметров здесь мы уже видим можно констатировать что больше 50% здесь уже всходы также по ложбиночке видно вот как вода сюда скапливалась и получились всходы хорошее идет развитие корневой системы всходов поэтому здесь прогнозы по густоте высеян незначительное количество выпало осадков здесь мы видим что результаты по посевам азима пшеницы очень хорошие вот сорт здесь Алексеевич высеян а также севка Гренплейс вот качество сева хорошее это подтверждает то что исходы которые мы получили они в принципе видите входы применимой влаги у нас получены опять же это слагаемое качество подготовки почвы качество сева прежде всего глубина заделки семян качество протравливания подбор протравителей и семенной материал все это вкупе дает положительный результат еще вопросы здесь еще осенью предстоит ряд работ связаны они с проведением почвенной диагностики и проведением азотной подкормки и контроль за мышевидными грызунами поэтому где-то на следующей неделе мы здесь проводим почвенную диагностику определяемся с дозами проведения азотной подкормки и в конце ноября проводим азотную подкормку значит мы находимся в хозяйстве по Бирюкова на посевах зимующего гороха из сортов которые используют хозяйство это зимус и фокус это те сорта которые усатые рано созреваемые значит по предшественнику зимопшеница по поверхностной обработке почвей посеян селкой гранплейс зимующий горох норма высева 1,4 1,5 миллиона сейчас уже мы видим появляются всходы имеется падалица азима пшеницы которую мы уберем гербицидами вот и преимущество зимующего гороха в том что он раньше всех культур убирается и если создаются благоприятные условия повлажнее мы можем получить второй урожай то есть пожнивную культуру посеять такую культуру как допустим проса яровой ячмень в отдельных случаях подсолончик на богоре мы можем получить второй урожай если создаются условия ну кроме того это благоприятный самый лучший предшественник после пара для озимой пшеницы все почему почва такая неоприятная дело в том что здесь не наутил здесь минимальная обработка почвы на наутил мы сейчас приедем мы еще не даем да это минимальная обработка почвы проведено дискование но так как было очень сухо очень сухо поэтому такого качества получалось дискование но на развитие гороха это абсолютно не сказывается потому что эта культура которую мы можем заделывать до глубины 6-8 сантиметров спокойно она сейчас мы получаем сходы в фазе 1-2 листа прекрасно зимует выдерживает до минус 15 и единственное вот в этом 20-м году конечно зимующий горох так же как и озимая пшеница которая была сильно развита достаточно сильно страдает от апрельской заморской это факт да еще вопрос какая техника применялась для обработки почвы да обычный дискатор рубин да рубином прошли на предыдущих полях и на предыдущих полях рубином то есть просто из-за того что маловлаги это да да там кукуруза на зерно просто рубином работают на разную глубину допустим когда слишком сухая почва то рубин не может обеспечить за один проход качественной обработкой поэтому первую обработку надо пройти более крепким агрегатом типа санфлаера вторую обработку проводить рубином но это у кого есть такие возможности есть такая деньги какое количество урожая гороха здесь можно получить ну если благоприятно перезимует останется густота хотя бы 1,2 миллиона но это урожайность минимум 25 центов вообще в этой зоне вот рядом в Донецком районе находится максимум которая практикует достаточно большие площади гороха они получали зимующего гороха до 40 45 центов для поверьте для этой зоны урожайность по гороху это очень высокая и наиболее контрастные года разница в урожайности в два раза получается между яровым посевом гороха и зимующим а яровой в среднем сколько дает ну 15-20 вот в этом году 20-20 вот в этом году получит 15-20 последние года да где-то 2000 наверное семнадцатый или шестнадцатый у нас был австрийский горох я забыл название получили в районе 40 центов это один год это когда влажный хороший год да дожди были феноменальные весна была очень понимаете а так нет обращаю ваше внимание на такую культуру как люцерна в 2020 году сложились крайне неблагоприятные условия для посева этой культуры особенно там где произведен был посев сплошным способом то есть с междурядем 15 сантиметров здесь вы видите посев произведен с междурядем 30 сантиметров широкорядные посевы посев был произведен в этом году в апреле да в начале апреля месяца когда уже в принципе опасность заморозков миновала в чем преимущество посев более широкорядным способом люцины первое это расход семян здесь расход семян от 6 до 8 килограмм на гектар и вы видите в принципе состояние посев достаточно хорошее в первый год получили два укоса два укоса люцерны на следующий год мы планируем здесь получать семена в зависимости от того какие будут запасы влаги это семена будут или с первого или со второго укоса в чем особенность технологии люцерны вот засушливых условиях первое это категорически нельзя допускать загущения то есть это по возможности максимально широкорядные посевы это одно из важнейших условий второе условие это протравка семян потому что очень часто мы густоты не набираем на люцерны когда семена в процессе сходов повреждаются вредителями которых очень сложно бороться если допустим люцерна имеет фазу всего лишь навсего сходов когда еще нету настоящих листьев еще не за чем зацепиться препарату в этот период очень большое количество вредителей уничтожает сходы люцерна и дальше момент это особенности минерального питания конечно же под люцерну надо обеспечить достаточный фосфорный фон минимализировать количество вносимых азотных удобрений и всякого рода подкормки для стимуляции азотфиксации это подкормки молибденом это подкормки магнием все это делается по результатам растительной диагностики как функциональной так и обычной классической химической диагностики сроки внесения как правило фазы стеблевания до начала бутонизации задавайте вопросы а горох чем кормить как получить хороший урожай гороха какое питание вносить горох у нас есть укосный зерновой укосно зерновой овощной о каком горохе вы ходите о зерновом зерновой горох как правило при протравке семян добавляется молибден при протравке семян и второе фазу стеблевания когда идет обработка гербицидами тогда добавляется молибден магний различного рода микроэлементы и обязательно фосор а какую прибавку они могут дать до 5 центра ух ты только за счет микроэлементов да но если дисбаланс большой тогда да если дисбаланс незначительный то и прибавка не существует дисбаланс выясняем по результатам диагностики листовой да да